Великая степь. Тысячелетия событий. Сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, свершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект «Тайны Великой степи». Кто мы? Откуда? Почему мы здесь? Ученые и философы тысячелетиями пытаются дать ответ на эти вопросы. Какие-то загадки нам становятся понятными в ходе изучения истории и археологических открытий. А что-то из прошлого сохранилось только в человеческом сознании или памяти. Мифы, легенды и предания. Создавая мифы, наши прародители, вероятно, пытались передать нам часть тех знаний, что сами приобрели, пережили, прочувствовали. Добро пожаловать в таинственный мир Великой степи. При первом воззрении на мир человек во всем видит сверхъестественное. Природа является божеством или лучше всякий предмет представляется жилищем божества. Всякое явление природы — непосредственным воздействием божества. Мифы создавались и передавались из уст у уста на протяжении всего человеческого существования. Их эмоциональное воздействие сложно переоценить. Даже сегодня сюжетами, кинофильмам или идеями к созданию музыкальных композиций служат древние легенды и повествования о похождении героев. Интересно, что в преданиях разных народов часто встречаются похожие персонажи, традиции и верования. Что общего между жалмозким пыр и древнегреческой сциллой? Откуда в мифах Великой степи появились циклопы? И как называют тенгри, полинезии или иране? Казахский фольклор, так же как и фольклор любого другого этноса, возник в глубокой древности. Это сложная многофункциональная система, которая возникла в недрах первобытного общинного строя, в эпоху неолита. И она отражает многовековые мировоззренческие установки воззрения этого этноса на окружающую природу, на мир, на человеческий социум и на человека. Центральная группа мифов, присущая любому этносу, это мифы о происхождении мира и человека. Согласно тюркской мифологии, все, что мы видим, было сотворено тенгри. Вначале было вверху голубое небо, а внизу темная земля. Появились между ними сыны человеческие. Таким мир представлялся нашим прародителям. Тенгрианская вера, она возникла, в общем-то, очень давно. Она возникла на основе культов солнца и культа неба. Вот у нас называют же Куктенеры. И вплоть до распространения ислама мы, казахи, верили в Тенгрии. В Тенгрии его жену Умай и брата Эрклига, представляющего отрицательным персонажем, верили, как оказывается, не только тюркские народы, населявшую Великую Степь, но и многие другие. Некоторые предполагают, что образ Тенгрии, небесного божества, возможно, связан с мифологическим героем Таргитаем, который встречается в верованиях почти всех земных цивилизаций. К примеру, индоевропейский народ бронзового века Хеты преклонялся перед Тархунту. Древние иранцы – Траетаону. Кельты – Таранису. А полинезийцы верили в Таргаруа. Образ всемогущего Тенгрии не оставил равнодушным и великого поэта казахского народа Мукагали Макатаева. Гора богов сверкает бог на гранях. Живет здесь бог и лечит людям раны. Вонзился в небо пикою Хантенгри – грудь заостренная великого Тяньшани. Интересно, что греки, населявшую Лидию, древнее государство Малой Азии, называли Зевса не иначе, как Таргиеноса. Возможно, и здесь взаимосвязь с тюркским Тенгри. А загадочный и долгое время остававшийся непокоренным пик Хантенгри может быть ассоциирован с мифологическим олимпом. Если вы обратите свой взор ввысь, над вами всегда будет простираться безбрежное голубое небо. И как тут не вспомнить про великого Тенгри? А если взглянуть на Запад? Запад, по всем мифологическим понятиям, тюркским, особенно визитет из эпохи Зарцаман, это страна несчастья. Здесь политологический контекст я не хочу включать, а то страны Запада подобные. Но на самом деле туда солнце уходит. Страна Северо-Запад – это вообще нехорошо. Вот потому что, когда люди умирают, головой начинает класть на Северо-Запад. Здесь, на Западе, живет Мыстан Кемпыр. С одной стороны, она охраняет животных и зверей, с другой, частенько пытается навредить герою. Нападает на его соратников, подменяет детей, использует всевозможные хитрости и уловки. Напоминает славянскую бабу-ягу. А вот ее сестра, по некоторым преданиям, Жалмаус Кемпыр, ассоциируется с куда более жуткими мифологическими существами. Жалмаус переводится как «прожорливый». Персонаж имеет зооморфные признаки. Иногда представляется в виде старухи с семью головами и напоминает древнегреческих чудовищ. Если Жалмаус Кемпыр представлена многоголовой, то Сцила – конгломерат собаки и змеи, имеющая шесть голов. И каждой головой она съела по одному из спутников Одиссея. Таким образом, как и Жалмаус Кемпыр, она оказывается людоедом. Однако в народном фольклоре встречаются и другие отрицательные герои. Порой совсем, казалось бы, совершенно невообразимые для великой степени. Вот, например, в археических эпосах врагами героя являются, во-первых, жестернаки, о которых вы, наверное, хорошо знаете, различные дэвы. У нас есть дивы, дьюлердит казахша, и дау – огромных размеров, человекообразные. Иногда их называют карадау – черный великан, который выступает противниками. Кроме того, безусловно, Жалмаус Кемпыр и Жалмаус Пстан вы хорошо знаете. И, кроме того, в казахском эпосе у нас имеется всего, правда, 2-3 записи. Противником героя может выступить циклоп. Одноглазый великан – вот циклопы греческих мифов и мифов других народов. Помните циклопа Полифема, которому противостоял Одиссей? Ни одному лишь царю Итаки удалось победить одноглазого великана. Наши степные батыры тоже встречались с чудищем. Вот когда охотник Берген где-то в горах встречает циклопа. И вот этот сюжет о циклопе, он полностью повторяет вот международный сюжет. Он встречается с ним, у него в пещере имеются много пленников, одного у них прямо зажаривает, съедает. И точно так же вот наш герой освобождается от него, вводив его один глаз, раскаленный меч свой. Он его накаливает на огни. Так что здесь вот полностью сохранен международный сюжет об одноглазом циклопе. Не только отрицательные герои имеют схожие черты в мифах и легендах. Батыры и красавицы, как правило, тоже обладают одинаковым набором положительных качеств и отождествляются идентично у разных народов. У нас, значит, имеется эпос архаический, эпос классический, героический, эпос романический, эпос исторический и эпос достанный. Главным героем эпоса, двигателем сюжета является, конечно, герой Батыр. Это в историческом эпосе, в архаическом эпосе и в героическом эпосе. Все события крутятся вокруг него. Он главный двигатель сюжета, главный герой. И главная его защита, как я уже сказала, в архаическом эпосе – это защита семьи. В эпосе героическом – это защита рода племени, а в эпосе историческом – это защита родины, всей отчизны. Когда народ уже сложился как народ, он защищает интересы целого казахского народа. Что такое фольклор, русное народное творчество, которое имеет, понимаете, во всех народах имеет общность образов. Что такое была женщина? Конечно, это была лебедушка. Белая лебедушка, она была у русичей, и белая лебедь, она была у тюрков, и кипчаков, и у хазар. Она была, это женщина, потому что у народа возникал этот образ. Прежде всего, это был народный образ. Белоснежная, нетронутая, невинная, красивая и далекая. Там где-то наводит этот поэтический образ, который рождался у многих народов. Тот же черный ворон. Ну, ворон как символ черной силы. Ну, вы хоть, знаете, о викингах откройте эти былинные эпосы, откройте. Везде вы увидите этот образ. Конечно, он и тюркской литературе характерен, но он и характерен и русской литературе, и нашим казахским сказкам, и русским сказкам тем более. Образ богатыря, образ, знаете, батыра, ну, конечно, это орел, ну, конечно, это ясный сокол. Ну, кто же еще, который может взвиться, победить врага и вернуться победителем? С научной точки зрения сей факт неудивителен, утверждают эксперты. В общих чертах все население Земли претерпело похожие этапы развития и культурно-социального становления. А потому один и тот же сюжет мог появиться в разных частях земного шара. В науке есть такой термин – международный сюжет. То есть тот или иной сюжет, который имеется у разных народов, которые географически, исторически никогда не имели соприкосновения. И поэтому думать о том, что источником всех всего является там Древняя Греция или Индия – это неправомерно. Теперь ученые наши пришли к выводу о том, что вот многие сюжеты самозарождались у каждого этноса в отдельности. В мифах и легендах люди находили для себя ответы на сложные вопросы мироздания и загадки природы. К примеру, кто спас тюрков от Всемирного потопа? Почему наши предки верили в бессмертие? И какими волшебными качествами наделен конь казахского батыра? В Библии пророка, спасшего человечество от Всемирного потопа, зовут Ной, а корабль его остановился у горы Синай. В сказаниях кавказских народов это была вершина Арарат. Арабы и казахи именуют пророка Нух, а гору – Казыгурт. Находится она, по нашим преданиям, недалеко от современного города Шимкент. Однако существует и другая версия этой знакомой всем истории. Небесный бог Тенгри велел славному человеку Жаик-Нама построить корабль из проверенного сандалового дерева. Когда корабль был построен, Жаик-Нама собрал всех, кого любил, потому что так сказал ему Тенгри. «Кого ты любишь, возьми с собой, и всех живых, и дышащих, живущих на земле, и птиц летающих». Путешествие Жаик-Нама продлилось меньше, чем Ноя. Уже через 14 дней он велел открыть тундук – отверстие в корабле. Сначала он выпустил ворона, потом ворону и сороку – разузнать, что творится снаружи. И только с четвертой попытки, когда Жаик-Нама выпустил голубя, тот принес ему хорошую весть. Между прочим, о горе Казыгурт есть народная песня. На вершине священной горы Казыгурт остался ковчег. На ковчеге приплыл святой пророк-человек. Сирота верблюжонок жил на вершине горы. Расплодились верблюды повсюду с той давней поры. В песне воспеваются четыре вида животных, необходимых для ведения хозяйства наших предков-кочевников. Это верблюды, лошади, коровы и овцы. Однако главным желанием персонажа всегда было не нажить материальное богатство, а держать верх над временем, обретя бессмертие. У нашего эксперта на этот счет есть свое мнение. Идея бессмертия всегда витала во всем бумаге человечества. И казахи, и тюрки нашли такой способ бессмертия. Вот аруахи, почему для мифологии? Потому что мы не умрем. Мы должны совершить подвиг. И когда жрау поет этот нам гимн оду, текст, он как бы скажет, что слушай, это аруахи. Они видят, им приятно, они твои родственники, это род, это племя твое. Потому, говорят ученые, люди и стремились совершать великие и достойные подвиги, чтобы запечатлеть свое имя в устах родных и близких, чтобы стать героем легенд и сказаний. У киргизов почитание аруахов до сих пор во всей силе. Они в трудные минуты жизни призывают имена своих предков, как мусульмане своих святых. Всякую удачу приписывают покровительству аруахов. Особенно часто к помощи предков обращались во время боевых сражений. Это не только имело традиционное значение, но эмоционально подбадривало воинов, прибавляя им смелости и бесстрашия. Дело в том, что когда идет сражение, участвуют мы реальные, и участвуют вот эти духи. Посмотрите, какая красота. Ну, слушайте дальше там, что делается. Там делается как? Если я скачу в бой, это же грохот копыт. Это я в раш впускаюсь, в раш. Я скачу на моих врага, я его не боюсь. И вот я кричу «Топает!» У меня вот здесь вот волнение, потому что я, знаешь, вот это волнение состояния, когда я кричу, да, я и думаю, что аруахов в меня входит. Он мне дает силы, понимаете? То есть я бессмертный. А силы нужны любому воину. Иначе как противостоять всему тому количеству отрицательных персонажей, о которых мы уже сегодня говорили? А ведь в эпосах и преданиях встречаются случаи, когда один бадыр сражается с 30-40 тысячным войском. При этом помощников у бадыра совсем немного. Главные из них – это родители и жена, которая помогает возлюбленному, залечивает раны и сообщает о надвигающейся угрозе. Прекрасный образ, законченный образцовый образ супруги. Помощницы мы видим в образе Кобланда-Бадыра. В эпосе Кобланда-Бадыр, там куртка, она, во-первых, ему взращивает коня, который является главным его помощником. Она его взращивает, затем в тяжелый момент она всегда рядом. Не будем забывать и о том, что супруга рожает бадыру последователей и продолжателей его дела. Говоря о зооморфных помощниках наших бадыров, важно упомянуть о роли его скакуна. В народном сознании казахский джигит не мыслим без верного друга, соратника и союзника Тупар. Конь, конечно, играет огромную роль. Во-первых, все кони обладают огромной силой. Они эстетически прекрасные. И они обладают огромной скоростью. Например, 90-дневный путь они преодолевают за 9 дней. Они могут в мгновение ока перелететь через высокие горы. И даже огромные океаны, они перелетают. То есть они все крылатые. Очень часто кони известных бадыров и даже неизвестных обладают даром человеческой речи. Они вступают в диалог с бадыром, со своим хозяином. Кроме того, мифические кони часто умели предсказывать или предчувствовать приближение нечистой силы. К примеру, они могли разгадать, что за образом милой старушки, обратившейся к бадыру с просьбой, скрывается хитрая и кровожадная жалмаузский эмпыр, о которой мы уже говорили. Есть у бадыра и свои покровители в числе мифических персонажей. Все, что люди не могли понять или чего боялись, они отождествлялись каким-то существом или неведомой силой. Как, согласно древним преданиям, можно было приручить такое существо, кстати, малознакомого широкой аудитории, как хитрого тирана. Почему демонические духи боятся волос русского человека? И кто следит за порядком в лесу? То, что национальные эпосы и легенды дошли до нас в первозданном виде, большая удача, считают эксперты. А причина тому кроется в жизненном укладе наших предков. В степи, в кочевье, в условиях постоянно действующей, функционирующей, музыкально-словесной, духовной, такой очень красивой, не как у всех народов культуры, уникальной вообще-то по своему, так сказать, составу и по своему происхождению, вот, значит, смогли сохраниться, потому что, как бы, в то время, как в Европе начали дифференцироваться искусства, и, в конечном итоге, они пришли потом к классике, потом к кризису, потом к поискам форм, к дегуманизму, к деконструктивизму и так далее. В казахской степи эти вечные образы, вечные символы были в первозданной чистоте. Вот это очень уникальный наш момент. Не было, как в Европе, других видов искусства, они не нужны были. Ребятишки погружаются в этот особый мир, а потом по ночам они думают, что там за юрта происходит, что там в горах происходит. Действительно, нашим праотцам было над чем задуматься. К примеру, как поймать тирана, черного демона, обитавшего в низинах и оврагах. Считалось, что если вырвать в него волосок, то он будет служить и приносить деньги, потому что знает, где спрятаны неведанные человеческому глазу сокровища. Есть много легенд, что одна из легенд такая, что охотник один шел, увидел тирана, а тирана очень сильная. И он начал с ним бороться. И, ну, тиран вообще сильный. Понимаете, там целый комплекс вообще таких восстательных физических моментов, то есть как заниматься, ну, там много всего, короче, ладно. Значит, и он этого тирана, значит, сумел вырвать волосок, и тиран тут же стал покорным ему. Тиран начал волосок просить, потому что волос, там заключается душа. Защита от темных сил – один из ключевых моментов казахских преданий, отмечают исследователи. Удивительно, но считается, что шайтаны и злые духи боятся волос русского человека. Наверное, наши предки объясняли это постулатом, неизведанное всегда пугает. Редко, но встречается в легендах хранителей леса – тугралы. О них вспоминают в связи с тем самым жутким ощущением – шепот листьев и тяжелое дыхание за спиной. Это хранители леса тугралы следят, чтобы вы не нарушили покой и миропорядок. Верили наши предки и величавых горных духов. Киргизы и кашгарцы рассказывали чрезвычайно много о сырте. Они говорили также, что на сырте чувствуется особенная удушливость в воздухе, что люди и животные делаются жертвой тутека. Так называют они это явление – тутек, удушье. Тутеки – это горные стражи, духи горные. Когда приходилось через перевалы, дыхания не хватало, потому что там кислорода нет. И люди думают, что их не пускают души. А это были тутеки, которые их не пускали. Почему? Потому что там лежат сокровища Тенгри. В горах, в пещерах. Но эти сокровища Тенгри на самом деле – это духовное знание. Йога, там много совмещается всего. То есть духовная практика. Ну, как мы понимаем. Но народ говорит, что это сокровище Тенгри, и туда дальше нельзя подниматься. Вы не можете. Разрешена атмосфера. Положительные или отрицательные герои наших преданий, мифов, легенд, а их достаточно много. Увы, но порой известны только исследователи. В тиражировании их образов помогают не только книги, а чаще мультфильмы и кино. А мифические герои казахского фольклора далеко не все экранизировали. А как бы было здорово. У нас огромное количество демонов, более 500 только демонов, понимаете. Я уж про волов не говорю, я уж про героев не говорю. Наши художники должны, аниматоры, обратить внимание на мышление, археическое мышление первого бытного человека. Я сейчас дневекового, я сейчас даже 20 века. Отечественные аниматоры продумывают образы не только народных героев и любимцев, таких как Ертостик или Культигин, но и создают новых персонажей, абсолютно вымышленных. К примеру, Музбалак. Музбалак – это огромная птица-беркут, птица-беркут, которая побеждает змею, которая, в свою очередь, вернется в конце фильма в виде Айдахара, огромного Айдахара, и опять же, будет огромная схватка между ними. Есть главный герой, его зовут Ахтай, и они вместе с этим беркутом находят между собой много общего и устанавливают связь, дружескую связь, и вместе общими теми побеждают злобу Айдахара. Казахское мировоззрение и в нашем фольклоре всегда делят мир на три части. Это верхняя часть, это средняя и подземная, как бы черные, темные силы. Верхняя всегда светлая сила, а посредине всегда человек. И вот здесь история как бы плетется именно вокруг вот этой концепции. Верхняя сила птица, средняя человек, нижняя Айдахар. И здесь, мне кажется, это очень интересно будет иносказательно показать и для зрителя, чтобы зритель понял, о чем идет речь. Надо помнить, что целые поколения наших предков воспитывались на мифах. Они узнавали не только о таких абстрактных понятиях, как добро и зло, о благородных и подлых поступках, но и совершенно приземленных, где-то утилитарных вещах. Почему нельзя шуметь в лесу и как нужно относиться к своему скакуну? Наши мифологии, взять, если древнейшие персонажи, они много тысячелетий насчитывают. Представляете? Уже многих народов нет, уже многих государств нет. А та мифология, которая была в древности, она дошла до 21 века, потому что у нас существовала устная кочевая традиция. И эпос – это величайшие источники, которые сформировали вот этот весь корпус, сохранили и смогли передать. На нас лежит не менее ответственная задача – сохранить эти легенды, предания и сказания для будущих поколений казахстанцев, чтобы наши дети и внуки, в свою очередь, также удивлялись и восхищались тайнами и мифами Великой Степи.